Добро пожаловать на Angel TV и передачу Крест Огонь. Я молюсь и надеюсь, что вы благословлены этим вещанием, которое вы получаете от Angel TV. Рекомендуйте своим друзьям смотреть Angel TV, и я верю, что это будет благословением для их жизни. В течение нескольких месяцев мы разбирали с вами учение о молитве. Я сам был благословлен, учась у ног Дика Истмана в его школе веры «Измени мир». И я верю, что и ваша жизнь будет благословлена этим. Мы поговорили уже обо многих аспектах молитвы, о том, как важна молитва, о том, что такое ходатайственная молитва, о ведении духовной брани и так далее. И я молюсь о том, чтобы мы были не только слушателями Слова, но и исполнителями Его. Можно многому научиться о молитве, но если мы не будем это практиковать, то мы не станем людьми молитвы. Как вы знаете, молитва – это то, во что нужно вкладывать усилия. Сегодня мы поговорим о необходимости наличия веры в нашей молитвенной жизни. Молитвенная жизнь человека сильна, если сильна его вера в Бога. Вера – это неотъемлемая часть молитвы веры, на которую отвечает Господь. Откроем Бытие 22,8. Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Мы знаем, что Исаак не был глупым мальчиком. Он знал, насколько важно принесение жертвы, и знал, что необходимо для этого. Вот почему он обращается к своему отцу Аврааму и говорит, «Отец, где Агнец?» И Авраам по вере отвечает ему, что Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения. Когда мы говорим о вере, давайте посмотрим о фактах веры. Во-первых, вера является предшественником или предшествует ответом на молитву. В Олимпийских играх факел Олимпийского огня, его несут различные атлеты из Греции. И таким образом человек, бегунь-предшественник, он передает факел принимающей стране. Стране, где проводятся Олимпийские игры в этом году. Если мы спроецируем, например, на молитву, то вера является своего рода факелом, который, как прошение, мы передаем вначале, перед тем, как получить ответ. Я хочу прочитать вам цитату из Е.М. Баунс. Он сам – великий муж молитвы. Молитва – неотъемлемая часть его жизни. Молитва – неотъемлемая часть его жизни. Прежде чем молитва начнет звучать, раньше, чем будет произнесено прошение, до того, как наши просьбы будут озвучены перед Богом, наша вера должна устремиться к Нему. Она должна утвердить нас в уверенности в существовании Бога и в великой истине, что Бог воздает тем, кто искренне ищет Его лица. То же самое касается молитвы. Мы можем молиться сколько угодно, но без веры Богу угодить невозможно, поэтому молиться нужно с верой. Евреям 11.6 очень четко об этом говорит. Но без веры Бога не возможно, что Он есть. Потому что он, кто приходит к Богу, должен верить, что Он Он, и Он он учителя для тех, кто искренне ищет Его. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Второе, что касается веры в молитве. Вера — это, по сути, доверие Богу. Я прочитаю вам цитату, сказанную Колин Тан Бун. Вера — это фантастическое приключение, когда мы доверяем Богу. И еще одна цитата одного мудрого проповедника. Вера всегда действует в настоящем времени. Надежда взирает на будущее. Вера смотрит на настоящее. Надежда ожидает. Вера овладевает. Вера получает то, что просит молитва. В нашей жизни, когда мы ходим с Богом, вера — это важен. Он положил нашу веру в Его, веря, что Он способен ответить на молитве, когда мы молимся. И то же самое в нашей жизни. Вера — это неотъемлемая часть политы. Необходимо веровать, что Бог воздает, когда мы молимся Ему и просим о чем-то. Откроем послание к Титу 2, 13. Ожидая блаженного упования и явления славы Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Блаженное упование означает, что мы ожидаем, что однажды увидим нашего Господа лицом к лицу. Третье, что касается веры. Вера — это источник силы, готовый к использованию. Я процитирую Джона Бизаньо. Не думайте, что если вы будете развивать свою веру, то станете более эффективными в молитве. Вера — это не некая загадочная драгоценность, за которой нужно охотиться. Вам не нужно искать больше веры. Вы должны научиться полноценно пользоваться уже имеющейся у вас верой. Часто христиане говорят, помолитесь, чтобы у меня было больше веры. Но на самом деле Бог уже дал определенную меру веры каждому. Об этом мы читаем в послании к Кремлинам, 12, 3. По данной мне благодати, каждому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. В этом стихе говорится о том, что каждому человеку, независимо от того, в каких бы обстоятельствах он ни находился, дана мера веры, и из нее нужно черпать источник своей веры. Хоуп Макдональд говорит следующее. Вера во многом схожа с электричеством. Она всегда есть, всегда на готове, в ожидании подключения. Но пока вилка не окажется в розетке, то электричество поступать никуда не начнет. Вера, как электричество, ожидает, когда мы ее подключим. Я верю, что когда мы ходим в вере и подключаем веру, когда это необходимо, в своей молитвенной жизни Бог ответит нам в свое время на наши молитвы. Четвертое. Вера выступает прежде, чем мы получаем ответ. Вера исходит из того, что мы стремимся исполнить волю Божью беспрекословно. Бог ожидает, что наша вера будет активирована еще до того, как появятся хоть какие-то признаки ответа на молитву. На примере Петра мы можем увидеть, как действует вера. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея 14, 28-29. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде». Он же сказал «Иди». И выйди из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Здесь мы видим, что он был готов пойти по одному лишь слову Иисуса, когда тот сказал «Иди». «И когда Петр послушался, он мог идти по воде». Такова природа веры. Она готова сделать шаг вперед, прежде чем получит ответ. Я процитирую Вильяма Макберни. «Молясь за дождь, мы должны приготовить зонт. Молясь о Божьей силе, нам следует быть готовыми действовать». Пятое. Вера должна ожидать чудо. Он уверовал, что по слову, произнесенному Иисусом, его слуга будет исцелен. Таким образом, вера ожидает чудо. В вашей жизни, в моей жизни, когда мы молимся. Я процитирую E.W. Кенниона. Откновений и сказала, что есть чудо. In the dispensation You deny that our walk Is a walk of faith And you declare that our walk Is a walk of reason I challenge you to find one place Where God tells us A believer to walk by reason God Is a faith God We are faith family We are all born by faith We live by faith By faith we live Breathe and have our being in Christ If there are no miracles Then there is no reason for faith В тот момент, когда вы говорите, что в наши времена Чудеса не происходят, вы отрицаете И саму жизнь по вере Вместо этого вы провозглашаете, что Наша жизнь построена лишь на рациональных Началах. Попробуйте найти Хотя бы один случай в Библии Где Бог велит нам жить, уповая на разум Бог — это Бог веры А мы — семья, Объединенная верой Все мы рождаемся по вере Живем по вере Дышим, движемся И существуем во Христе А там, где нет чудес Вера не нужна Я надеюсь, что в этой цитате Есть многое, что благословит вас Я также молюсь о том, чтобы вера занимала Большое место в нашей жизни И мы применяли веру в нашей молитве Давайте сейчас помолимся Отец, я молюсь Тебе во имя Иисуса Дай нам в нашей молитве верить и уповать на Тебя Я молюсь о тех, кто сейчас испытывает трудности в том, чтобы применять свою веру в молитве Я прошу Тебя, помоги им верить Господь Иисус, каждого верующего, кто смотрит эту передачу, я приношу на руках молитвы к Тебе Благослови их молитвенную жизнь Я предаю их Тебе в Твои руки Аминь Благословит вас Господь и сохранит Смотрите Angel TV Если у вас есть молитвенные нужды, напишите на Angel TV и передачу Крест-Огонь Мы рады будем получить от вас молитвенную нужду и помолиться вместе с вами Пусть Бог благословит вас Пусть Бог благословит вас Пусть Бог благословит вас